Если говорить техническим языком, смотреть на психическое тело человека, то обида это как такой сгусток негативной энергии, которая очень трудно уничтожима. Ее очень трудно оттуда убрать. Можно, допустим, молитвы читать постоянно, а обида остается, как будто ты не молился. То есть она живет там и живет. И если смотреть глубже на жизнь человека, то обида не означает никогда просто какое-то действие, которое бы облегчило мое сердце. Так, например, я, как вот женщина говорила, я могу прощать своего отчима или еще что-то. И тогда обида пройдет, да не пройдет она. Потому что, ну и что ты его прощаешь? А толку-то? Все равно тебе было больно, и эта боль в твоей памяти живет, она осталась. И боль сама по себе никогда не означает, что надо что-то сделать такое, чтобы она прошла. Некоторые начинают прощать, некоторые по-другому пытаться воспринимать человека, допустим. Ну, даже вот по-другому воспринимать человека как-то помогает. Но все равно потом ты вспоминаешь боль. Потому что, если говорить об обиде очень глубоко, то обида – это всегда только одна вещь. Это неправильная вера. Вот если человек верит в человека, ему обиду убрать невозможно. Солнце встречаю, его не любя. Весь мир без тебя мне уже не нужен. Почему? Потому что ты веришь не в Бога, ты не веришь не в этот мир. Твои представления об этой жизни, они неправильные. У тебя неправильное представление о том, как здесь все устроено. Человек должен верить в то, что непоколебимо, что вечно, что чисто, что никогда не предает. Это Господь. Вот, допустим, природа Господа, в нее можно верить? Можно, потому что это энергия Бога. Но при этом вера не должна быть абсолютной. Допустим, некоторые говорят, зачем вы поклоняетесь природе? Природа, мы все поклоняемся природе. Мы очень радуемся солнцу. Радость – это вид поклонения. Мы радуемся Неве, допустим, радуемся природе с севера, допустим, красивой, такой, спокойной. Это поклонение. Когда мы радуемся природе, наше сердце, оно становится спокойным, чистым, счастливым. И оно прощает. Всегда, когда человек на божественном сосредотачивается, то сердце прощает. Но если человек уперся в то, что ему именно вот это в жизни надо, то тогда сердце никогда не избавится от обиды. Обида – это вид упрямства. Это вид вызова. То есть ты как бы вызываешь, вызов делаешь, ты не согласен с тем, что в этом мире происходит. Это обида. Это означает, что я не готов принимать реальность жизни, такую, какая она есть. Продолжение следует...